Здравствуйте, с вами Календарь Рыболова на телеканале Трофей. Текущая неделя окончательно переведет стрелки погоды на летнее время. Частые дожди сменятся заметным потеплением, а столбик термометра превысит отметку в 20 градусов тепла. Часть рыбы, обитающая в водоемах Украины, уже отнерестилась, а часть только готовится к нересту. Флора и фауна в воде и на суше наполняются жизнью. На этой неделе мы поговорим о ловле плотвы, кустеры, подлещика и окуня, но обо всем по порядку. Первая половина недели принесет с собой легкие дожди, а начиная с пятницы ожидается ясное небо и теплая погода. Температура днем будет колебаться от плюс 11 до плюс 23 градусов, а ночью от плюс 1 до плюс 13. С течением недели давление воздуха понизится с 750 до 735 миллиметров ртутного столба, что только положительно скажется на активности рыбы. Весенняя переменчивость погоды понемногу покидает нас, так что стоит больше внимания обращать на лунный календарь. В первую четверть лунного цикла рыба обычно ведет себя очень активно, много времени проводя за поиском пищи. Лучшими днями для выхода на рыбалку на этой неделе будут со среды по воскресенье. Весенний ход плотвы начался. Рыба массово направляется к нерестилищам и по пути будет рада любой закуске. Она активно клюет практически на любую приманку, однако лучше подцепить на крючок червя или мотыля. Для ловли плотвы на этой неделе вам понадобится обычная поплавочная удочка. Желательно от 4 метров, оснащенная катушкой и легким поплавком. Толщина лески имеет малое значение. Плотва на этой неделе будет крайне невнимательна и неразборчива. Следует упомянуть, что законом в это время запрещено ловить рыбу более чем одним удилищем и на один крючок. В ином случае это будет считаться браконьерством. Также оживляется и окунь в предвкушении нереста, пополняя запасы организма необходимым белком. Эта рыба крайне непривередлива к погодным условиям и хорошо ловится как в ясную, так и в пасмурную погоду. Окунь плавает стаями, так что поймав одну рыбешку, следует тщательно обловить место. Лучшая снасть для окуня в середине апреля – легкий спиннинг длиной до 3 метров. Лучшая приманка в это время – мелкие вращающиеся блесны, а сама ловля проходит в проводку в средних слоях водоема. Толщина лески, как и в случае с плотвой, имеет малое значение, но чем она будет тоньше, тем больше шансов поймать полосатого хищника. Густера питаются со дна водоема и уже держатся недалеко от берега. Перспективной будет ловля в бровках и на ракушечниках. При ловле этой рыбы крайне важно использование прикормки с небольшим вкраплением животной составляющей в виде рубленого червя или опарыша. Забрасывать ее нужно поплотнее, и спустя полчаса подойдет рыба. Ловля в основном проходит при помощи удилища длиной от 4 метров при ловле с берега. Удилище оснащается длинной крепкой леской, лучше плетеной, с легким поплавком. Временами тяжело отличить поклевку густеры от зацепа. В обоих случаях поплавок плавно уходит под воду. А вот для ловли подлещика прикормка во второй половине апреля не обязательно, но крайне важно найти место скопления рыбы. Чаще всего она держится на границах водной растительности, обитая рядом с молодой донной зеленью. Ее ловля так же, как и ловля густеры, проходит при помощи длинного удилища с легким поплавком. Среди насадок отдают предпочтение ручейнику, личинкам стрекозы, мотылю или рубленому червю. Подведем итог. Плот вам массово устремляется на нерест, хватает все съедобное на своем пути. Ловим ее на поплавочные снасти, на опарыша или мотыля. Скоро нерест так же начнется и у окуня, поэтому активность его будет повышаться. Ловим на спиннинг, проводку, на небольшие вращающиеся блесна. Густеру и подлещика можно встретить на границах с водной растительностью. Сейчас ее лучше ловить на поплавочные снасти, на червя или личинок насекомых. Мы желаем вам не пропустить долгожданный ход плотвы. Не забывайте о нормах вылова и до встречи через неделю!